Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт. Ну я включил своё. Легче, конечно, это. Просто отвечать на вопросы. Да. Значит, какой вопрос? Так всегда. Да, ну давайте знакомиться. Меня зовут Лора. Меня Геннадий. Да, Артём и Статьянушка, вы уже знаете. Очень. Вот я год уже о вас слышу. Вот Саша, наш общий знакомый, даже создал нам чат, канал, много о вас рассказывал. И я видел его личный результат. То есть он прям всегда делится своим результатом о том, что он прям активно занимается правило. И вот обязательно в порядке уплотняется. То есть он, как называют для себя, это состояние уплотнения у вас. И вот ребята к вам уже один раз приехали, побыли, попробовали. И мы решили ещё вместе всей командой, потому что мы занимаемся ретритами и ищем. А ретрит – это что в переводе? Ретрит, ну, знаете, такое слово, которое нам тоже не нравится, мы его решили обозвать. Оздоровительный тур. То есть мы собираем... А вы такие называете оздоровительный тур. Да, вот, вот, прекрасно. Оздоровительный тур мы собираем ребят и занимаемся вот всем, чем мы владеем с ними. Да, для того, чтобы помочь им, ну, первое, там, выровнять своё тело, изменить свои привычки питания, занятия спортом. Даём им этот заряд. Артём у нас занимается правка тела, то есть выстраивать все механизмы. У нас специалисты правила есть, вот, то есть это тоже очень такой классный результат. И ещё гравитационный, видели, вот на верёвках гравитации занимаются. Тёмочка потом покажет, очень интересно. Да, ну, это вот для суставов, связок, тоже вот этот заряд такой ловишь. Но мы поняли, что нам, получается, мы закрываем, вот, Татьянушка клетка работает, да, доктор у нас, да, тело, связки, мышцы. Вот я, там, йогой занимаюсь, и мы, вот, хотим докопаться до костной системы, чтобы дать вот этот ресурс. И вот Вашу технологию решили изучить, посмотреть, как вообще, возможно, это потом можно будет совместить каким-то образом тоже. Поэтому вот приехали с Вами ближе знакомиться. Наша цель – узнавать каждый день, что такие факторы влияют на омоложение тела и на продолжительность жизни. Вот, и я думаю, что вот эта концепция, которую Вы следуете, она тоже в этом направлении двигается. Ну, смотрите, я эту систему не создавал. Создал её самодумал Анатолий Иванович. Далее подхватил его ученик Сергей Прокопьевич Кривых. Он как раз вот этот тренажёр создал. Вот, а я уже тоже давно занимаюсь, где-то с 80, примерно, третьего года. А так, спортом я ещё раньше занимаюсь. Вот, и у меня, значит, были проблемы с позвоночником, с поясницей. Такие вот серьёзные проблемы. Я выложил своё МРТ, что там, это был 2016 год. Можете посмотреть, я всё это открыто выложил. Там, грубо говоря, все позвонки. Ну, здорового нету. Всё там, это самое, смещено. Всё там протрозии и в стадии, значит, дегенерации и так далее. Ну, думаю, всё, возраст как-никак. 20 сентября будет 70 лет полностью. Это где-то 5 лет назад было как раз. Жизнь подошла к своему естественному концу. Так я прямо говорю, что ты тут хочешь-то. Тут должна быть какая-то чуйка такая интересная. Вот, везут меня в Екатеринбург на ярмарку. Вот, и там я как раз встречаюсь с Сергеем Прокопьевичем. Он тогда занимался вот этой гравитационной гимнастикой. Гравитационная гимнастика – это 5 упражнений, 5 тренажёров, в которых, если это 200 килограмм, значит, одевается 200. Если 800, значит, 800, то есть, там, железяки здоровые. И вот я позанимался, думаю, ну, хорошо, всё. Съездил после этого. К Самодумову я его застал, Самодумову, где-то 2-3 занятия провёл. Ну, до Серпухова ездит далеко. Как-то, думаю, здесь и здесь. Что-то у меня не получается, надо веса иметь. А таких весов нету. Как-то это отложил. А на следующий год опять на ярмарку позвали. Приехал, Сергей Прокопович говорит, вот новое есть, что такое. И вот он как раз демонстрирует свой этот тренажёр. Как раз вот это 5 в 1. И благодаря тому, что рычаги, там получается, что ты вешаешь 1 килограмм на рычаг, а усилие надо, чтобы его поднять, 4 килограмма. То есть ты 10 повесил, 40 надо давить. Значит, это уже существенно. Я, значит, с первого раза от тренажёра этого, ну, от Самодумовского, я ещё тогда так понял, ну, хорошая вещь, ну, как бы сказать, где его взять. Почувствовал вот этот эффект на спину, потому что там первое упражнение ногами там давишь, получается, таз вот так вот расходится, и все зажимы, которые были, они вот так расходятся. Ну, естественно, чтобы свежего не было. Если свежий, то всё равно не раздвинешь. Спазм есть, спазм. И я начал заниматься, и я вот уже практически 5 лет этим делом занимаюсь. Так как я, ну, в своё время занимался тяжёлой атлетикой, стал мастером спорта, я окончил Институт физической культуры и спорта, Центральный Орден Оленин, там, в Москве, то есть у меня диплом, всё там есть. Самодумово так примерно вот там прикинул, что вот так вот один раз поднимать. А я чувствую, что того раза мало. Надо тут, чтобы человек понял движение. Ну, и все, естественно, с малого веса, потому что надо все суставы подготовить и так далее. Я 5 лет занимался, вот первый год выложил весь. С пустого тренажёра. Вот, рама это 100 килограмм. И потом её так вот набрасывал, 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 набрасывал. Чтобы подготовить связки, чтобы подготовить вот эти хрящевые поверхности. Всё это там такое не спеша, потихонечку. Вот, и буквально-таки первые же занятия, они вот занимаются тем, что правят, допустим, правят позвонки, как-то ставят на место всё это дело. Человек сейчас сразу чувствует легче. Дальше начинаются идти интересные там эффекты. То есть, примерно через полгода я так раз на ногти свои так гляну. А они у меня какие-то розовые стали. То есть, они стали гораздо здоровее, нежели это. То есть, как самодумал, говорит, заработал костный мозг. То есть, системы, которые направлены на стимуляцию костного мозга, их нету. И усиливаешь, идёт как раз, вот ты давишь, грубо говоря, по этой косте. Всё это дело стимулируется, именно костный мозг. Ты чувствуешь совсем по-другому начинает работать организм. Далее, что я заметил, это гормональная система. Вы видите меня в возрасте 70 лет. И я, так как спортсмен, профессионал, поднимал штангу, там, 200 килограмм, толчок. Ну, это, это, большие веса. Вот, а сейчас, и насколько я понял, вот эти все люди, качки сидят на этих анаболиках, разъелись, такие слонячие. Потом, естественно, на них не слазят или ещё что-то. И получается, что они разладили свою гормональную систему, она у них предстоит работать. Так вот, я убедился, вот эта вот методика, она прекрасно, вот эта, является естественной гормонозаменительной терапией. То есть она не замещает её, она восстанавливает, что самое интересное. Потому что мышечное усилие, как раз, она запускает вот эти все эти гормональные процессы. Её просто очень доволен. Значит, вот человек, когда, не просто он там, грубо говоря, вот мне 70 лет или 80 лет, а что, ты вот так вот еле там ходишь, лишь бы жить. А если ты полноценно живешь, вот это тебе хочется жить. И далее, значит, интересная вещь – это воздействие на иммунную систему. Там иммунитет приобретается какой-то больше энергетически. Потому что я некоторые вещи пробовал, ну, допустим, на предстательную железу, вот, особенно у мужчин, она там, грубо говоря, какая-то бывает, это самое, там, бактерии или ещё что-то там. Вот. И как-то особо ничего там не сдвинешь. И так, и сяк. Вроде там и поможет. А потом… Начал заниматься совсем другое дело. То есть очень хорошо повлияло на иммунную систему. И особенно на вот эти вот вещи. Ну, энергетика большая, она позволяет уже вам раскрываться, ваш потенциал творческий, что у вас есть, что будет. То есть прямо вот это фотоэнергетическое накопление, что идет, да, получается? Ну, мощь идет, мощь идет раз и в... То есть здесь, что еще? Не просто вот подъем. Грубо говоря, можно так рассматривать эту гимнастику, как сначала она как бы для здоровья идет, а потом, чтобы поднимать больше веса, ты должен быть уверен в себе. Она дает тебе уверенность. У тебя возрастает уверенность, и ты вот за счет этой уверенности уже, грубо говоря, подлез, подлез, отвез, ага, значит, я его подниму. Раз вот это вот. Достижение. И это мощь, потом используешь уже ресурсы в жизни. И это, да, это все начинает использоваться в жизни, то есть стихии. Стихии я вам читал? Не стихии, читал? Нет. Не читал. А это, кстати, еще, Геннадий Петрович, проявление как раз гормональной системы. Это повышение уровня тестостерона, который позволяет как раз вот это стихия. Луна, нормально, да, все это там такое. Так что разные стихи у меня есть такие. Я даже сделал цикл стихов по месяцам. Ну, каждый месяц. Ну, так как... Да, канал же Малахова и Геннадия. Я там все это там. Там столько выложил. И все там. Ну, такое простое стихотворение, ностальгическое. Я Насте Шелкной открываю и словно стаю белых птиц свои желания выпускаю в тот мир, где солнце и луна свои, ночи соединили, где облака, как паруса, и где хранится образ смелый. И пусть судьба мне скажет, да. Пусть снова юность возвратится. В мои годы, к моим друзьям и ту любовь, что только снится. Пусть рядом будет мать с отцом, а Битл сыграет yesterday и встречается с любовью. С любовью юности своей. Пусть будет все, как в первый раз. Твой жесть, твой взгляд, твоя улыбка, любви безбрежной камней. Увы, мне это только снится. И стая белых дивных птиц своих желаний и эмоций случайными утрами издали мне возвращается по концу. Вот это я сам сочинил. Кашлы и слеза выпил. Это такие энергетические вещи, которые это самое. Когда вы начали читать, когда после того начали заниматься гимнастикой? Или до этого писали еще? Ну, это... Я же на телевидении работал. И там я посмотрел на людей, этих актеров, певцов и так далее. Вот. И ну, как бы сказать, ну, люди и люди. Просто мы зажатые. Зажатые. Что-то боимся показать, рассказать и так далее. А вот стихотворение интересное практически как по Пушкину. Называется «Когда на улице Дубарь». Когда на улице Дубарь, а это верно, ведь январь, ты чай попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и обулом чуть погрустим. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж, коль январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра, и тело покрывает загаром. А там дожди, вот как по Пушкину. Ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь, в оконце на мороз глядя, чаек душистый разливая, а жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь. И не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром. Так будем жить и процветать, и строки любви писать, и пошелать их прямо в сердце. Я готова их себе принять, и от восторга засиять. Браво! Сия как-то сентиментально, мне кажется, слово застасто, но я не могу говорить. Ну и стихи, это уже когда ты не пишешь, а тебе просто даются. Это совсем другое дело. Ну вот послушайте, как он звучит. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и веру. Я формирую бытие, свое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать, любовь и счастье воплощать. Заполняйте им все миры, где буду я, где будешь ты, ведь я и ты, две миры этой красоты. Вот просто записал, то есть существует методика соответствующих, как соединиться с творческими вещами. То есть мне вот этот аспект больше волнует. Музыка. Вы начинаете, вы начинаете, все альбом записан. А вы слышать начали? Ну, я бы не сказал, что я начал слышать. Кое-что я там слышал так немножко. Так как я не владею инструментами, то я беру гараж B и там вот эти различные лупы, и детали эти сами. И как в него начинаю выстраивать. Ну, и мне понравилось лично. это у вас тоже на канале? Есть, да. Целый альбом я выложил. Записал альбом где-то 4 лет, 5-12. Композиция. Я хочу тебя послушать, 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 это так потрясающе. То есть получается, что вы выполняетесь настолько вот этой методикой, как вы в расширение идете, и вот у вас поток открывается. Ну да, только чем-то заняться, и все. Больше так вот, немножко как-то налинился, или еще что-то. Ну, это тоже проявление молодости в таком возрасте, когда человек занимается, вы занимаетесь физической активностью, да, и мозгом, нейропластичность. Это как раз описание стихов, музыки, потому что когда старение организма происходит, происходит как раз закисленностью мозга, и человек выполняет однотипные какие-то функции в жизни, которые ведут именно к старению. А вы, как творческая личность, пошли в твой дом. Ну, так. И это... Тут еще важно окружение, потому что вы настолько начинаете, грубо говоря, быть яркой личностью, а остальные вас особо не понимают. Ну, потому что на другом... На канале те спрашивают, чего начать, чего начать. Я не знаю, вы знаете или нет, я написал огромное количество этих книг, все там такого. Все это выложил в свободный доступ, рассказал, я их перечитал, да, рассказал, разобрал примеры. И опять заходят и спрашивают, а вот чего начать? Я выросла на вас книгу. У меня отец занимался еще голоданием, правильное питание, то есть у меня вообще прям с детства это все. А вы сейчас практикуете голодание? Нет, голодание не практикую, но так, если что-то такое случится, то... Как инструмент? То есть, голоданием я занимался сколько лет, уже забыл, 5 или 10, прежде чем поголодать 40 суток, да. 40 суток, да. То есть не сразу, все это должно... Ну да, постепенно. Понять, что, что, как и делается. Скажите, а вы начали разговор с того, что МРТ у вас было? Оно все выложенное, все эти листы выложил. А сейчас? Может позвонят, а сейчас я туда не хожу. То есть мне важно... Состояние. Зачем я туда пошел МРТ делать? Чтобы узнать, что спина развалена. Знаете, как вам сказали, ваш сарай развален. А говорю, а что делать? Ну, витаминчик B12 поколим, там понаблюдаем. МРТ здесь стоит, эта самая установка. А врач, который расшифровывает, он в этом, в Воронеже. Вот, поговорили, поговорили, ну ладно. Я думаю, ну, потихонечку начин, начин, и видите, 5 лет прошло. То есть у вас были какие-то боли, проблемы, с чем вы прошли на МРТ? А сейчас? А сейчас прошло, да? Конечно, перекосило. Это же не то, что, как бы сказать, там могут быть, спина может иметь серьезные разрушения, но человек даже их особо не чувствует. А вот когда он почувствует уже вот это, вот это совсем другое. Вот я почувствовал вот это. А сейчас я особо не чувствовал ничего. По крайней мере, знаете, приятно это ходить, потому что, когда болит спина, человеку больно все, и он просто-напросто это, радуется от простых вещей. Да, получается, а если у человека, вот как, как называются эти болезни, тревмофакторы, то есть тоже костная система восстанавливается? Полиартрит. Ну, да, артрит. 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 Ну, тут важно это. Если человек будет заниматься, очень многие вещи там пройдут. Ну, естественно, нельзя сказать, что это там панацея, там в 100% она поможет. Вот самодумал, тут и онкологию лечил, и рассеянный склероз он лечил, там показывал, в Америке демонстрировал, потому что здесь систему его никто особо не принял, а зато услышали и пригласили в Америку, и там они ее испытали. И мы дали клинику маму Шепарда и как раз вот этот рассеянный склероз, где люди уже вот так ходили на ходунках, и они все стали ходить нормально, там месяца через три, по-моему, примерно так. То есть даже такие глубокие разрушения она помогает? Ну, всему, везде должна быть голова у человека. Если ее нету, то хоть что там делай, то толку не будет. Он до сих пор туберкулез лечит, и не могут его вылечить. Так же как все остальные болезни? Да, можно так сказать. И все остальное. И не хотят. Главное, и не хотят. А стимула нет, и уж деньги платят за то, что люди больные. Врачи ни одному не заплатят денег за то, что люди здоровые. И вдобавок, эта же вся, как бы сказать, система, она вот на свое поддержание, все остальное их не надо, и они дают еще добавок. Вот так что становится опасным. Какие-то новые методики придумывать. Ну, и особенно, если настаиваешь на их, как бы сказать, влюблении. Да, придумывать, это нормально. опасным и неблагодарным. Врачам относят кучу денег, а тут вот я думаю, вот я сижу и этим только занимаюсь. Нету культуры понимания. Что еще было в свое время тратить? У меня хочу на рыбалку, на ту, на все, на пятое, на десятое, на восемь. Здесь на рыбалку едете? Ну, можно съездить на рыбалку половить в качестве разнообразия? Ну, вот это тоже, да, про то, что когда человек разносторонне занимается, то есть разные сферы затрагивает, ни в одном направлении двигается, тогда вот эта нейропластичность мозга еще больше активируется. А у нас в обществе принято, что человек уже вашего возраста, да, это дом, это определенные вот телодвижения, телевизор, магазин, холодильник, в крайнем случае если есть дачный участок, на даче чуть-чуть подвигаться и все. Ну, да. Это еще чай. Шиповник, и я туда добавил полевого хвоща, в полевом хвоще содержится вот эта какая-то мягкость и там вещество, придающее нашим связкам и растичность. Нас подготовили. Да, она как раз да, вот эта хорошая, кремня, биологически активная кремня. Да, я тоже кремни применяю. И знаете, как Геннадий Петрович убедился в этом, вначале не понимала, как начала заниматься йогой в течение года, а к концу года я понимаю, что начинает, начала более пластичной быть. И всегда считала, что я деревянная. Думаю, с течением обстоятельств. А потом стала давать кремни животным, я же еще ветеринарный врач, у меня два образования. Стала животным давать и собаки, которые 8 лет ходили достаточно очень скованно и передвигались как пожилые люди, как владельцы говорили, что вы хотите в этом возрасте. Они за три дня начинали подпрыгивать, например, до холодильника, потому что на холодильнике стояла еда, они воровали еду с холодильника. То есть вот это как раз пластичность суставов. Они стали доставать задними конечностями до ушей. И на этом примере, потому что животные, в отличие человека, они не обманывают, не врут, они своим движением показываются в своей состоянии тела. Я поняла, что кремний обладает именно воздействием на связочный аппарат. И пластичность, подвижность суставов. На самом деле много что изучено, но просто людям иногда, мне кажется, они не хотят выходить сами из болезни, а система здравоохранения это все поддерживает. И вот это получается замкнутый круг. Человек сам не хочет быть здоровым. Санянушка, нет культуры, нет понимания. Вот он услышал, как опять пишется. с чего начать. Понимания думаю будет. Через армиру, через ролики, через вертики. Я понял, завтра забыл. Не вшитом. Подвижность. Есть горизонт, вертикаль, вверх, ногами. Вариация много. Разнообразие. Это тоже дает усиляет. И выравнивает. И тоже гормональную систему влияет. запускает. Главное, чем-то заниматься. Вот, хороший слух. А если чем-то не занимается, то... Да, гиподинамия. Это мы сейчас были на фестивале Yoga Day в Москве. Тоже поехали команду свою представляли. Тоже йога, подвесные системы, тюрьмы, золотые руки. Вот, исследуем, хотим развиваться. Звукотерапию тоже применяем через тибетские чаши. Тоже помогает гармонизировать и успокоить. Вы смотрите, там у меня как раз фильм о воде я снял на канале. И там вот эти чаши у меня, и там более того особая чаша. Трешь за ручки, она начинает это самое... Ну, рыпеть и салатчик и так бить. Сними меня и эту чашу. Как раз бьет четырех. Так получается, вот у вас тренажер это из-за динамической генетики? Ну да. Три упражнения те же самые, грубо говоря, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Что там, то здесь. Ну вот это вот так, а вот так. Через этот самый рычаг, это уже как-то совсем другие там идут воздействия. Суть заключается вот в этом напряжении и в развитии уверенности в себе, что ты этот вес поднимешь, да. Особенно, когда ты начинаешь с большими весами. А так, маленькие веса пока, суставы подготовятся, связки подготовятся, поверхности суставные подготовятся. И тело выстроить. Да. и человек поймет, как напрягаться, все это, так, что делать. Вот тут оздоровительные эффекты прекрасные. Я могу сказать на своем личном опыте, Геннадий Петрович, что в вашем зале поле работы для меня лично. Ну, может быть, маленькое там оно как-то. А это как понятие маленькое, большое? На работу. Вы уже с таким опытом, конечно, ваш опыт, ваше поле, ваше мироздание, которое вы уже изучите, оно уже работает. Нет, там еще такая интересная вещь, как энергетическая дуга. Вот с энергетической дугой я очень многое поднимаю. Вот. И сам могу создать. Ну, это вы почувствуете сегодня. То есть, вы килограмм на сто больше поднимете. Да, вот я про это и говорю. Да, что я это как раз и почувствовала на себе, что мозг, логика. Геннадий Петрович, есть ли какие-нибудь творческие вообще планы на развитие вот этой системы в России? Ну, вот как раз Александр что-то там думает, сделает там такое. Кривых какие-то там виды имеет. Я лично взял его как инструмент для того, чтобы, да, для себя, потому что ситуация с позвоночником была очень тяжелая. Я очень доволен тем, что вот это все у меня больше, то есть ты рассчитывал на одно, а получаешь гораздо больше. Ну да, в прошлый раз я приехала, у меня как раз лучшезапясный сустав болел как раз после падения. Вот эти суставы очень хорошие. ты же тогда сказала. Да, я же сказала Геннадию Петровичу, говорю, а не противопоказания меня, Геннадию Петровичу лишь бы железного чего-то не было, потому что если железное, оно раздавится все это там. Я же помню, ты тогда сказала, ты с другой месяц ходила, потом приехала, я вспомнила, ты сказала, не болит. Ну это очень хорошо. Вот это вот видать мощный аналитический поток, когда человек вот так вот давит, он вот это вот все как-то убирает через руки, через эти. У меня плечи до такой степени болели, то я когда вставал, я, во-первых, не высыпался, во-вторых, вставал, у меня простень вот эта, вот она вот так вот была скручена, потому что туда, 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 туда. Очень было плохо. Знаете, когда вот говорят, плечи болят, да, ты слушаешь, да, болят, болят. Не понимаешь, а когда у тебя так что... И тоже это прошло? Ну, видите, все, все, сплю нормально. Вообще. Мышечная масса будет поддерживаться та, которая нужна человеку. Одно дело, качается он там, он наел, и так далее. А здесь вот она как-то будет своя, поддерживаться, именно твоя. Вот то, что мы говорим с тобой, что с возраста... Причем она будет активная такая, а не просто какая-то там. Одно из признаков старения человека это саркопения. Это дефицит мышцы и выносливости мышцы. А здесь как раз Генея Петровича говорит о том, что как раз сила есть и выносливость. То есть тренажеры работают на моложение. У меня уже там план проекта в голове, ну надо попробовать. Дурово. Ну, мне вот лично видение такое, что нужна система. Да, конечно. Как и любой какой-то вид омоложения, да, и профилактика старения, это система. Когда это одноразовое, к сожалению, это хорошо, но хочется системной подхода. Мы это вслух уже проговариваем для своей команды, чтобы понимать, к чему двигаться. Потому что сейчас, может быть, у нас нет этого ресурса, да, в этом аппарате, да, постановки, но у нас есть впереди долгая, счастливая, что мы можем поставить план. А какой у него стоимость этого аппарата? Что-то а в то время растут. Я платил в свое время пять лет назад 150 тысяч. Ну, сейчас 5 тысяч. я слышал, если не поменялось. Пару лет все это. Да, мы все, что практикуем, даем людям, мы все вначале испробуем на себе. Убеждаемся, насколько эта система, методика работает. Ну, да, так и надо. Потому что я всегда говорю, что как выбрать врача-то? Посмотри, как он выглядит, что он умеет. Если он самый здоров, как он может кого-то либо вылечить? Такая у нас. И так же мы каждый, к себе требовательный. Поэтому тратим ресурс, чтобы к вам приехать, вас научиться, посмотреть. Ну, я больше, вот, я и начинал с самого начала вообще, чтобы типа по творческому пути пойти, вот это все дело делать. просто в то время далекое советское как-то вырваться из вот этой обычной жизни, ходьба на работу ежедневная, что-то там делать восемь часов. Вот через спорт ты занимаешься уже, допустим, какие-то результаты у тебя есть, значит, ты как спортсмен, профессионал уже там имеешь больше времени свободного, вот это и на что-то там можешь это самое направить. Вот. И получить какие-то такие результаты. Ну, вот видите, дом и все это остальное, вот это вот уже результаты того, чем я занимался и в материальной форме. Такой, конечно, известный человек. Кто вас не знает, мне кажется, что страна вот на... Да, знает по-всякому. Геннадий Петрович, вот у вас столько много опыта, как-то его нужно передавать людям? Не думали об этом? Да через канал я штукой там и вывалил, и никто ничего. Может быть, есть смысл делать вот какие-то тут тоже такие же оздоровительные? Не знаю. А лично Не думали об этом? Не знаю, насколько там оправданно. Я в свое время тоже ездил же, читал лекции, продавал книги, то есть этап был свой в 90-е годы. Прежде чем книги начали мои издаваться, мы такими тюрьмами, и я же их подталкивал, проталкивал, рассказывал, показывал. Люди сейчас ленивые стали. Не то, что сейчас, но вообще в целом. И многим вот такой вот имперс, который... читали. Да, вот я себе говорю, раньше как читали. У нас были ваши книги в доме? Ну да. Прям бумажные, где... Я поэтому говорю, вот смотрите теперь на меня, вот, и все, все, что я мог, я вам выложил, рассказал, с чего начать, как продолжить. А вот сейчас современный человек, его нужно брать за руку, как ребенка, и прямо вот просто проводить по пути. Потому что такое большое количество информации, она у них уже просто даже не вмещается. Поэтому вот у вас есть все, они не могут это взять. И поэтому вот эти вот сейчас туры, марафоны, ну вот все, что делается, это только потому, что его нужно взять и провести, дать ему компанию какую-то поддержку, зарядить. Ну то есть прям сами они вот как дети. Но еще ушло очень много живой общения. Все же ушли в онлайн, а человеку нужен, человеку нужен человек. Это мы убедились на своих турах. Потому что когда мы людей приглашаем из города в горы, где нет урбанизации, где нет связи, где нет огней, где здесь просто живой лист, и звезды, и луна, и свежий воздух. Дорогой Геннадий Петрович Малахов, я недавно был у вас на занятии, на тренировке по гравитационной гимнастике, это было 1 июля 2024 года, а сегодня 14 июля в 30 часов дня взошел на Эльбрус. И благодаря вашему вдохновению, пусть это была короткая тренировка, но даже дело не в штангах, а дело в вашем примере, вы очень сильно вдохновляете. Это восхождение мне далось как никогда легко. Я желаю вам, дорогой Геннадий Петрович, здоровья, долгих-долгих лет жизни, счастья всему вашему роду, и я буду счастлив еще многократно у вас учиться, тренироваться, вы вдохновляете, и всех-всех вам благословений Божьих. Всего доброго, до встречи, дорогой Геннадий Петрович. Ну что, ребят, пойдемте за нас. Пошлите, от тебя это чудо. Теорию послушаем. Да, попробуем, благодарим вас. Это интересно. Вы заряжаете вас.